Всем привет, с вами я и Скрайбер. Сегодня у нас Скрайб Ньюс о том, что происходит с Meizu, друзья. Одна из самых ведущих компаний когда-то была, но сейчас большие проблемы. Давайте обсудим некоторые подробности и стоит ли продавать Meizu сейчас на данный момент, стоит ли их сливать или же все-таки стоит подождать. Это Скрайб Ньюс, погнали! Друзья, пока мы продолжаем, не забывайте подписываться на телеграм-канал. Там есть ссылки на разные телефоны, купоны, скидки на разные товары. Все, что, друзья, вам нравится, проходите, ссылочка в описании под этим видео. Появили сведения о том, что системный инженер Meizu, Ху Хэньшэн, который отвечал за разработку оболочки FlyMOS, покинул китайскую компанию, чтобы присоединиться к Oppo. Что интересно, об этом стало известно спустя несколько дней, как Ли Нан, соучредитель и вице-президент Meizu, объявил о том, что он покидает компанию. Также появились новые сведения о причинах ухода Ли Нана, который подтвердил, что, к его мнению, при разработке новых продуктов стали прислушиваться гораздо меньше, после того, как президент и основатель Ху Джан вернулся в компанию. С поста уходят не самые последние люди, то есть разработчик FlyMOS, также соучредитель и вице-президент Meizu. Это действительно большие люди, большие люди в компании. Большие люди в компании, они, как правило, мотивируют народ для того, чтобы они работали, они создают новые идеи, они строят планы на будущее и так далее. Но если уходят не просто работники, а именно такие большие-большие люди, это действительно говорит о том, что в компании происходят какие-то нелады. То есть, либо они недовольны президентом компании, может быть, у них есть одни идеи, он им противоречит, или же наоборот. И что самое печальное, ушел как раз Ху Хэньшэн, который отвечал за разработки FlyMOS. FlyMOS, друзья, это оболочка, то есть, по сути, это лицо, лицо компании, да. Есть такая поговорка в России, ну или вообще мы используем такую поговорку, встречают по одежке, провожают по уму. Вот встретить по одежке Meizu, это великолепно, потому что по одежке тут прям вообще полнейший порядок, это реально очень красивый телефон. И какие бы телефоны они не выпускали, они все реально очень красивые, очень интересные по дизайну. Но вот по оболочке, друзья, что называется по уму, если встречать Meizu, Meizu, то здесь просто вообще конкретно не лады. Во-первых, обновления приходят очень-очень редко. FlyMOS 8 задерживается, не знаю, уже, друзья, на год и даже более. Это вообще, друзья, не позволительно для такой большой компании. И тут Ху Хэньшэн, который отвечал за разработку FlyMOS, за то, что, друзья, мы просто-напросто ждем, ждем, именно когда FlyMOS будет обновляться, когда там все появится, все красиво, переработать, может быть, дизайн, может быть, более сделать интересные иконки. Там больше давает скорости, как бы в этот FlyMOS. Ну и много-много различных плюшек и новинок. А тут тот, кто его разрабатывает, тот, кто мотивирует, по сути, народ для того, чтобы разработать эту оболочку, он уходит, не просто уходит, друзья, а уходит в другую компанию, в компанию Oppo. Oppo сейчас является наравне с Vivo и OnePlus лидерами, как в Китае, так и не наращивают лидерство и в других странах. То есть, по сути, в конкурирующую компанию, более мощную, пришел еще один классный, крутой, навороченный чувак, у которого есть много информации по разработке новых фишек. Все это действительно говорит о том, что у компании Meizu проблемы вообще, вот конкретные, которые нужно решать. Стоит ли продавать Meizu на данный момент, друзья? Ну, торопиться, как правило, не стоит. Почему? Потому что компания не разрушена и компания Meizu, это не какой-то, даже не середняк, по сути, хотя он превращается потихонечку в середняка, но это даже, друзья, не середняк. Это действительно очень хороший уровень, даже в Китае. То есть, это не Лиа Гу, там, не Дуги, Муги, там, не какая-то левая такая компания, а действительно очень большая, крупная компания. Даже если она объявит о банкротстве, то, скорее всего, ну, мне так кажется, как обычно так бывает, ее выкупит какой-то другой концерн. Возможно, тот же самый OPPO, Vivo и так далее, потому что им нужны наработки, им нужны, по сути, ну, бесплатные идеи, разработка дизайна и так далее, потому что в плане дизайна, конечно, у компании Meizu очень все великолепно. Так вот, по поводу прошивки. Flyme OS. Вот компания Xiaomi в хороший этому пример. То есть, они взлетели, не только потому, что у них хорошие доступные цены, по сути, такие же, какие у компании Meizu, но за счет того, что у них реально классная операционка. Оболочка настроена просто великолепно. Приходят всегда обновы. Не забывают о других телефонах. Даже вот на Redmi 4A, там, на какое-то старье всегда приходят обновления, и это реально очень-очень бодро и очень классно, друзья. Вот в этом, как бы, коренится одна из проблем современных телефонов. Будь у тебя хорошая оболочка, а для того, чтобы была хорошая оболочка, нужны хорошие разработчики, нужны хорошие мотиваторы, нужны хорошие идеи, нужны хорошие сотрудники. И самое главное, что, наверное, не хватает компании Meizu, нужно очень хорошее сотрудничество внутри компании. Но, друзья, это лично вот мои такие размышления по поводу компании Meizu. Продавать, как я уже сказал, не стоит. Нужно ждать новостей. Помните, какой кипиш подняли по поводу компании Huawei? Распродаем телефон и все такое, да? Там, Трамп наехал на этих Huawei, поставил их под санкции, но, друзья, на данный момент с компанией Huawei все отлично. То есть, выпускают новые телефоны, они сотрудничают с Android, они разрабатывают собственную оболочку. Есть очень хорошее движение, и такое чувство, что движение компании Huawei не остановится. Если ты фанат компании Meizu, тебе нравится их продукция, то обязательно пиши в комментариях, что ты думаешь по этому поводу. Также, друзья, не забывайте подписываться на этот канал, ставьте лайк этому видео. С вами был я, Эдскрабер. Пишите свой комментарий, делайте репост этого видео. Всем хорошего настроения и много-много-много жизни, друзья, компании Meizu. Всем пока-пока.